Перевод. Я вновь и вновь склоняюсь перед тобой, о Кришна, сын Васудевы. Ты источник всех живых существ, высшая абсолютная истина, обладатель безграничных энергий, покровитель всех духовных дисциплин. Комментарий. Шилашидхара с вами поясняет, что здесь царь Нрига склоняется перед Брахманом, абсолютной истиной, который остается неизменным, несмотря на то, что он действует. Западные философы с древних времен пытались понять, как Бог может действовать и при этом оставаться неизменным. Шилашидхара с вами пишет, что это противоречие разрешается здесь, потому что Господь назван в этом стихе обладателем безграничных энергий, ананта-шактая. Посредством своих энергий Господь может совершать бесчисленное множество деяний, и при этом природа его остается неизменной. Далее царь склоняется перед Кришной, высшей целью жизни, чей образ исполнен вечного блаженства. Объяснение смысла святого имени Кришны дано в Махабхарате, у Дьога Парва, глава 71, тех 4, которые цитируются в читании Чиритамрити, Махи Лила 9.30. Корень Криш – это всепривлекающий аспект бытия Бога, а слог «на» означает «духовное блаженство». Таким образом, когда глагол «криш» соединяется со словом «на», получается имя Кришна, которое указывает на абсолютную истину. Царь Нрига возносит эти молитвы Верховному Господу, так как вот-вот покинет его. Омагьяна-тимирандася, гьянанжана-шалакая, чакшурун-вилитамена, тасмай-шри-гураве-намаха, шри-чайтанья-манобиштам, стапитамена, бутали-сваям-рупакадамахям, тадатисва-падантикам, ванча-калпатарубьяшча, крипасингу-пяэвача, патитанам-павани-бью, вайшневебью, намо-намаха, джай-шри-кришна-читанья-праву-ничья-нанда, шри-ядвай-такада-дхара-шива-садигаура-бхакта-вринда, харе-кришна, харе-кришна, кришна-кришна, харе-харе, харе-рама, харе-рама, рама-рама, харе-харе. Намо-вишну-падай, Кришна-прештай, бодолейши-матих-бхактивиданта-славами-нати-намине-намасте-сарасвати-деви-гауравани-прочаринни. Нирвишешешешу-невадипашчатяды-шитаринни. Намасте-сарва-бхавая-брахмани-нанта-шактайи-кришная-васудэ-вая-йоганам-патайенамаха. Я вновь и вновь склоняюсь перед Тобой, О Кришна, Сын Васудэвы, Ты источник всех живых существ, Высшая Абсолютная Истина, Обладатель безграничных энергий, Покровитель всех духовных дисциплин. Итак, мы читаем главу, которая называется «Освобождение царя Анриги». История о том, как некогда очень благочестивый, добродетельный царь Занимался очень активно благотворительностью, В частности, брахманом очень щедро жертвовал различные дары. И вот однажды произошла такая история, Когда он одному брахману подарил одно стадо коров, Другому брахману подарил другое стадо коров, И одна какая-то корова из одного стада перешла в другое стадо. И когда брахман, который стал обладателем этой самой коровы, Которая из одного стада, из его стада в другое перешла, Он, значит, был возмущен всем этим делом И не соглашался на какую компенсацию, Хотя ему Нрига предлагал еще множество разных коров, Чтобы как-то это компенсировать. Гнев этого брахмана был неутешен совершенно. И вследствие этого проклятия брахмана Нрига пал в тело ящерицы. И мы знаем, что когда сыновья Кришны играли, Где-то там они испытали жажду, Подбежали к какому-то колодцу, Увидели, что колодец пересохший, Но в этом колодце сидела какая-то огромная ящерица. И они, значит, попытались ее достать, Она оказалась какой-то тяжелой для них, неподъемной, И они побежали к Кришне. Кришна пришел и левой рукой достал эту ящерицу, Эта ящерица преобразилась в такое существо Божественного типа, полубог, Который должен был вот-вот отправиться уже на райские планеты. И вот он, вот эти вот стихи возносит, Эти молитвы Верховному Господу. Вот почему он должен был отправиться на райские планеты, Потому что когда он умер вследствие проклятия брахмана, Он предстал перед Ямараджем. И Ямарадж спросил, Ну, я вообще, мне как-то даже неловко тебя судить, Ты такой добродетельный человек, Столько вообще у тебя вот благих заслуг и так далее. Но, тем не менее, проклятие брахмана, сам понимаешь. Поэтому я тебе предлагаю выбор, Что ты хочешь сначала за свой грех отстрадать Или на райские планеты сначала отправиться. И Нарига сказал, ну, пусть я сначала отстрадаю. Вот, то есть уже было ясно, Что после этого страдая, он упадет на райские планеты. И поэтому теперь, когда срок вот этого проклятия подошел к концу, И Кришна его личным прикосновением освободил, Он был в той форме, В которой полагалось отправиться на райские планеты. И вот здесь говорится, что, значит, Он, последняя строка комментария, Царь Нарига возносит эти молитвы Верховному Господу, Так как вот-вот покинет его. То есть он уже, как бы, так сказать, на отходе, На сваргалоку. Вот. И возникает естественный вопрос. Живое существо видит Бога, Верховную Личность Бога, Кришна. Что за какая-то сила Не позволяет ему, этому существу, Попросить у Бога высшего благословения, Чтобы сразу в духовный мир, Без повторных рождений, смертей. Что мешает? Ведь мы же знаем, Бхагавадгита, 9 глава стихи 20-21, Говорится, что когда живые существа Полностью исчерпают все плоды Своей благочестивой кармы На райской планете Индры, Они вновь падают на землю. То есть это не какая-то такая неожиданность, Результат предсказуемый, заранее оглашенный. Вот они, временные плоды. То есть всем известно, Нет никаких иллюзий по поводу того, Что живое существо в раю Будет наслаждаться вечно. Деньги закончились, Давай опять место кармы кшетра, Зарабатывай снова деньги, Зарабатывай пунью, Чтобы попасть опять в рай. Схема известна, карма, Ничего нового. И мы знаем, что единственная альтернатива Это вот чистая любовь к Богу. Инрига получил такую великую удачу, Такое великое благословение. Сам Кришна, сам лично Его достал из этого колодца. Вот он, как мы с вами, вот так. То есть что мешает Прямому прогрессу живого существа? Зачем ему все эти райские планеты С предсказуемым временным результатом? Как выясняется, Сознание живого существа Очень сильно запутано, Оно буквально опутано паутиной Вот этих вот материальных желаний. И даже созерцая Бога непосредственно, Это еще не дает никаких гарантий, Что живое существо Сразу будет свободно от этих желаний. Потому что Кришна предоставляет Каждому живому существу свободу. Хочешь держаться за материальное существование? Держись. Пожалуйста, есть вот такой процесс. И интересно то, что в этом стихе Этот Махараджан Вига Называет Кришну Йоганам Патая Переводится как Покровитель всех духовных дисциплин. Есть такое имя Кришны. Йога Пати Или Отец, покровитель всех форм йоги. То есть это означает, что С одной стороны мы знаем, что йога Это многоступенчатый процесс, Который поднимает живое существо От самых простых форм, От карма йоги До более высоких уже, Где меньше интереса к материальной энергии, Больше интереса к знанию, к освобождению, Вплоть до вершин бхакти йоги, Когда уже живое существо Ничего не интересует, Ни материальная природа, Ни освобождение, А только личные отношения с Кришной, Бхакти йоги. Но никто по лестнице не взлетает мгновенно. Лестница, она то и построена. Она с учетом этого и построена, Что летать никто не умеет, Что все как-то ходят постепенно. И каждая ступенька помогает человеку, Она уже ставит его выше предыдущего, Но и готовит к последующему, Таков закон. То есть, сознание прогрессирует постепенно, Выпутывается, Мы наблюдаем это на примере того, Как растут дети, Сначала их волнуют, Какие-то просто игры, Простые вещи, Постепенно по мере того, Как раскрывается их сознание, Они уже что-то такое примитивное оставляют, Бросают свои все игрушки, И уже к каким-то более взрослым, Более серьезным вещам обращаются, Вплоть до полного развития, Раскрытия сознания. И мы не можем требовать этого ребенка, Чтобы он мгновенно вырос, Предайся, негодяй, да? Станет сразу чистым предным. Мы понимаем, что эти годы, Которые он проводит, Грызет науку, Учится чему-то, Они неизбежны. Вот точно так же построена и система йоги, Что живое существо Не может мгновенно оказаться на вершине, Даже в личном присутствии Верховного Господа, Как мы видим в случае с Махараджин-двигой. И Кришна является покровителем Любой из этих систем йоги. Будь то самая начальная карма-йога, Которая по сути дела является Ведическим материализмом, По большому счету. Но Кришна так же ее покровитель. Почему он покровительствует таким вещам? Мы могли бы осудить, Мы бы сказали, Только чистое преданное служение, Никаких гвоздей, И все. Господь читания сказал, Рупагусами сказал, Шила Павпада сказал, Какие вопросы? Никаких вопросов. Но у большинства людей есть вопросы, Потому что они неквалифицированы. Мало ли кто что сказал. То есть, Каждое живое существо Находится на каком-то своем уровне. Вы можете мне все что угодно говорить, Но я буду действовать Согласно собственной природе. Об этом Кришна прямо говорит в Бхагавадгите. Даже обладающие знанием Поступают согласно собственной природе. Бхагавадгита 3.33 Вы можете что угодно говорить. Суперправильные вещи. Но я поступаю, И эти суперправильные вещи Принимаю настолько, Насколько я могу их принять. Если я пытаюсь имитировать Какой-то уровень, На котором нет квалификации, Это называется парадхарма. То есть, Одна из форм нерелигиозности. Результат падения. Всегда, Когда живое существо Пытается имитировать уровень, Превосходящий его, Всегда результат падения. А как? Если вы не укрепились На более высокой ступени, От предыдущей оторвались, Что будет? Вы просто оступитесь И упадете на лестницу. Кого же добывал? Такой опыт, да? Когда человек как-то неаккуратно На более высокую ступень Наступил, Как-то носочком Не утвердился, А от предыдущей Уже оторвался. Что оп! Он раз за поручь Не хватается сразу, Чтобы не упасть. Страховочный механизм Какой-то есть. То есть, Хочешь оторваться От предыдущей ступени, Так укрепись на более высокой. Вот ты укрепился, Миштхай стал там-то, Да? Все, Очень легко Ты можешь от всего оторваться. Всякие торопливые действия В гуне страсти, Ну, мы знаем, Пословица народная есть, Поспешишь, Людей насмешишь, И так далее. То есть, Есть здравый смысл, И Кришне он не чужд. В противном случае Он дал бы Не такое большое количество Ведического знания, А просто одну простую вещь. Чистое преданное служение. Без вариантов. Но смотрите, Как он много вариантов предлагает. И более того, Он является покровителем Каждого из вариантов. Все уровни йоги, Все ступени йоги Под его руководством. Прямо сказано, Что он покровитель Всех духовных дисциплин. Йога-пати. И мы знаем, Что бхакти Или преданность Кришне, Хотя бы даже В каком-то минимальном объеме, Именно она Является гарантией того, Что человек достигает успеха На любом пути. Будь то карма, Будь то гьяна, Аштанга, Или что-то еще. Хотя бы какой-то Небольшой Гомеопатический, В гомеопатическом количестве Элемент бхакти Он должен присутствовать. Чтобы карма, Гьяна и Аштанга Увенчались успехом. Об этом Кришна прямо говорит В Бхагавадгите. Та же самая Девятая глава. В одиннадцатом стихе Известно, Когда он говорит, Глупцы смеются надо мной, Когда я не схожу В этот мир В человеческом облике. Они не знают Мои высшие природы, Мои высшие власть Над тем, Что существует И что он дальше говорит. В этом состоянии Мога ша, Мога карма, Мога гьяна, Вечетаса. В этом состоянии Все их попытки Достичь успеха В карме, Мога гьяны, Вечетаса, Они обречены На неудачу. То есть в этом стихе Он говорит, Что если живое существо Не уважает хотя Бога, Какая там любовь к Богу, Хотя бы какое-то Минимальное почтение К форме Бога, Если оно даже Хоть отсутствует, Все, Никакая карма, Никакая гьяна, Никакая аштанга Ничего не принесет. Почему? А именно потому, Что он Паттайе, Он отец всех этих форм йоги. И как не выражая Почтение Отцу, Основателю, Законодателю Всех этих систем, Вы надеетесь Достичь успеха В этой системе? Ответ очевиден, Никак. Кришна говорит, Могаша, Бесполезно, Не получится ничего. И поэтому Все ведические мантры, Даже из раздела Кармаканды, Они с чего начинаются? С слога Ом. А что такое Ом? Ом это вишня. Это звуковое, Символическое Отражение Верховной Личности Бога. И поэтому Можете обращаться К Индре, К Чандре, К Варуне, К кому-то там еще С какими-то материальными Благословениями. Но код доступа Ом Вы не можете Позвонить в Индию, Не набрав сначала Плюс 91. Понимаете? Или в Россию Не набрав сначала Плюс 7. Потому что это код страны. И вы не можете Без кода страны Все остальные телефоны, Города там Какой-то частный И так далее. Это не имеет значения. Они сработают Только если код Страны сначала набран. Иначе доступа Нет. Точно так же Человек И думать Не думает Про этого Вишну. Думать Не думает Про какой-то там Бхакти, Там Служение И так далее. Он думает Про свое чувство Наслаждения. Ему сказали Вот Материальные ритуалы Карма Канда Поклоняйся. Ну знай Правила игры Таково Сначала Ом А Ом Ничего не получится Поэтому Кришна говорит Это глупцы Которые смеются Надо мной И в этом состоянии В этих убеждениях Все их надежды На какой-то Кармический успех Поиск знания Они все Обречены Просто потому Что у них Нет почтения Ко мне Которые являются Отцом Всех эволюционных Систем Абсолютно В этом смысл Йога-пати И так Мы видим Что сознание Живого существа Прогрессирует Не так быстро Как хотелось бы Философски Все понятно Вот Кришна Вот я В чем проблема Давай Полностью Предайся ему Но Мы знаем Что между Кришной И живыми существами Стоит материальная природа И Она не просто Внешне стоит А она находится Глубоко в сознании Живого существа Потому что Материальная природа Податливо В ней Содержится Большой соблазн То есть Живое существо Играет роль Пуруши Пуруши Значит Наслаждающийся А наслаждаться Можно только тем Что Слушается меня Что податливо Мне Что подчиняется Мне Бог живому существу Не подчиняется Чем же живое существо Будет наслаждаться А тем Что ему подчиняется И что ему подчиняется Прокрытие До определенной степени Материальная природа Подчиняется нам До определенной Конечно Когда торнадо Землетрясение Конец света Все Она уже нам не подчиняется Мы уже ничего не контролируем Но когда Тихо Ветра нет Земля не трясется Все спокойно До какой-то степени Не подчиняется Все Я кручу педали Все Велосипед едет Я варю кашу Все работает Все стихии Мне подчиняются Я свет включил Выключил Воду включил Выключил Видите Я великий повелитель стихий В моих руках Краны Выключатели Включатели Все Вентилятор Кондиционер Включил Выключил Печку Я огонь Побольше Поменьше И так далее Все Я регулирую стихии То есть Пуруша И Ишвара Управляющие Наслаждающиеся Эта концепция Может состояться Только тогда Когда Перед нами Есть эта податливая Материальная природа И вот это и таит в себе Огромный соблазн Как еще живому существу Реализовать эту природу Ишвара и Пуруша И поэтому философски мы слышим Вот Кришна Вот я Давай предайся Оставь все остальное Но материальная природа Это и есть та самая среда В которой живого существа До определенной степени Получается Получается Хоть чуть-чуть Быть управляющим Хоть чуть-чуть Быть наслаждающимся До того момента Когда Это перестает получаться Когда человек Заболевает Какой-нибудь терминальной болезнью Или он еще Ничего не может Ничего его не слушается Тело его не работает Дети его больше не слушаются Никто его больше не слушается Никому больше Он понимает Все Я выбыл из игры Сила времени Меня уже Как говорится На обочину Смела Все Я уже никому не нужно Никто меня не слушается И ничего в моем теле не слушается И все Видимо пришло время Предаваться Кришне Думает такой человек Все уже Концепция Пуруши Проект Пуруши Ишвара Закончились Они больше не работают Идея себя изжила А до тех пор Пока этот соблазн остается И материальная природа Говорит Ну Возьми меня Наслаждайся Управляй Вот тебе Джойстики Всякие там Пульты Управление Управляй И Я говорю Ну конечно Потому что Только через это Реализуется Вот эта концепция Ишвара И Пуруши И если мы внимательно изучим Что за причина Которая не позволяет Живому существу Вот так вот Раз и предаться Богу Вот Потому что живое существо Испытывает очень сильный соблазн Побыть еще Какое-то время Ишварой И Пурушей В рамках этой материальной природы Майя Иллюзия То есть в реальности Конечно Наслаждение этого всего Ну сущие крохи Но вот Живое существо Больше живет В рамках воображения Что такое чувство Наслаждения по своей природе В седьмой песне Бхагава Там Определяется Манаса Самспарша Джа То есть То что рождается Джа Из контакта ума Манаса С объектами Самспарша Спарша начинает буквально Потрогать Пощупать То есть Когда мы Своим умом Своем воображении Присваиваем себе что-то Предмет Проект Человека Неважно что И когда мы умом Начинаем Фантазировать Думать Как я буду Это называется Предчувствие То есть Предвкушение Точнее То есть Вы еще не едите Но вы уже Предвкушаете Что-нибудь там В меню Вы увидели В ресторане Заказали И пока они там Готовят Вы предвкушаете Сейчас Сейчас принесут И вот я Буду есть Или что-нибудь еще То есть Чувственное наслаждение По своей природе Оно абсолютно Ментально Понимаете Оно абсолютно Ментально Если отключить Ум Сознание И вот Человеку Рядом Человеку С отключенным Сознанием Положите С ним Любую Привлекательную Вещь Красивую Женщину Положите А у него Сознания Нет Он не сможет Наслаждаться И управлять Понимаете Все возможности Есть А ума При помощи Которым Он наслаждается Нет Не состоится Чувственное Наслаждение В последнем Стихе По-моему Второй главы И первой Песни Багава Или третья Не помню Вторая Или третья Сутагу Сами Говорит Что Параматма Входит В тела Всех живых Существ И побуждает Их Наслаждаться Тремя Агунами Материальной Природы При помощи Тонкого Материального Ума То есть Тут еще раз Подчеркивается Природа Чувственного Наслаждения Просто От того Что Мое тело Коснулось Какого-то Предмета Или Какого-то Другого Тела Но при этом Допустим Мой ум В другом месте Наслаждения Не будет Наслаждение Это чисто Ментальный Процесс Когда я На ментальном Уровне Присваиваю Себе Что-то И Фантазирую Думаю Как я Всем этим Наславиться Буду Понимаете А потом Просто Внешне Воплощаю Но Тело Без ума Оно Не может Ничего Сделать Поэтому Все чувство Наслаждения Это исключительно Ментальная Деятельность Сфера Фантазии В Калиюгу Это все Вышло На невероятный Уровень Когда Появился Кинематограф Виртуальные Игры Вот он Простор Понимаете Для фантазии Человек сидит В одном месте Ему не нужно Больше Путешествовать Вокруг Света Или что-нибудь Еще Какие-то Вещи Вот все У него Перед глазами На мониторе Понимаете Создание Виртуальной Реальности Оно Открыло Практически Безграничные Возможности Для вот этого Чувства Наслаждения Манаса Санспаршаджа Когда живое Существо Своим умом Коснуться Может Чего Угодно Понимаете Конечно Воображение Оно всегда Было У людей Но вот эти Все технические Возможности Они помогают Этому Они стимулируют Это То есть Получается Что Фактически Весь мир Со всеми Возможностями Он перед моим Но не перед ногами Конечно А перед моим умом Я все могу Ментально ощутить И сила воображения Очень сильная И люди реально Наслаждаются этим Понимаете Они Захвачены Полностью Смотрят Все это Серия за серией И так далее Участвуют в этих играх Ничего В реальности Не происходит Ничего Человек Просто сидит Перед монитором И перед ним Игра Света И тени И в руках У него Мышка Или какой-нибудь Джойстик Понимаете Метод управления Ничего в реальности Не происходит Все процессы Происходят Исключительно На уровне ума Понимаете Это дает Огромное Наслаждение Живому существу Его тело Практически Неподвижно Часами А он Наслаждается То есть Это говорит о том Что у чувственного Наслаждения Исключительно Ментальная Природа И майя Генерирует Эти образы Понимаете Материальная природа Она генерирует Эти образы Чем тут можно Наслаждаться И поэтому Как живое существо Предаться Кришне Когда существует Такой сильный Соблазн И Кришна Учитывает Это Именно по этой Причине Йога Является Многоступенчатым Процессом Не так Что сразу Раз и все То есть Живому существу Необходимо Отжить Какие-то вещи Иначе Никак Когда Человек Начинает Себя в чем-то Ограничивать Когда он Говорит Ну Надо бы Поменьше Пить Надо Бросить Вообще Или Есть Поменьше Когда Такие Идеи К нему Приходят В голову Когда Все было По максимуму Когда он Переел Он говорит Ну все Завтра Я пощусь Или он Вчера Перепил Говорит Не Надо Полегче Пить Или Бросить То есть Идея Минимизации Рождается После Максимизации По-другому Никак Понимаете Никак У живого Существа Вот эта Идея Что надо Бы полегче Или от чего-то Отказаться Она не Рождается Такова Психология Идея Вайраги Отрешенности Как таковая Она не Рабочая Полностью Потому что Вайраги Корнем Слова Вайраги Является Термин Рага А Рага Это Привязанность Вот Сначала Сильная Рага И только Потом Будет Вайраги Вай Это Отрицание Понимаете Сначала Кунтха Страдание А потом Вай Кунтха Живое Существо Не может Захотеть На Вай Кунтху Пока Оно В кунтху Не погрузилось В страдание Материальное Понимаете Все Не могу Устал Кошмар Какой Хочу Хочу На Свободу Идея Мокши Освобождение Вай Кунтхи Идея Минимизации Всех Отношений С материальным Миром Она Зарождается В сознании Живое Существо Только Поскольку Она Получила По полной Программе Что называется Ну Все Все Вот Теперь Я понимаю Надо Бы Полегче В Какие Там Рамки Поставить Меру Знать Надо Понимаете Люди Говорят Это Беспредел Кошмар Что Происходит Где законы То есть Идея Поставить Все Какие-то Рамки Законов Возникает Тогда Когда Мы Столкнулись С полным Беззаконием Пока Река Течет Себе Все Хорошо Но Когда Она Вышла Из Берегов Мы Говорим Караул Наводнение Надо Вывернуть Ее Опять В границе Берегов То есть Всегда Когда Чего-то Слишком Много Потом Хочется Все Это Все Вот Пожарная Машина Когда пожар Случился Вы звоните Быстро Приезжайте Быстро Огня Слишком Много Надо Его Тушить Вот И Все И Поэтому Вот Эта Вот Идея Отрешенности От Материи И так Далее Она Зарождается Живого Существа После Того Как Живое Существо Получило По Максимуму Как Это Следующая Ступень Гьяна Йога Почему Она Идет После Карма Йоги Потому Что Карма Йога Если Она Правильно Совершается Она Дает Живому Существу Определенное Пресыщение И После Этого Понимания Должно Быть Что-то Более Высокое Какая Мокша Должно Быть Он Сноется На Путь Гьяны Достигну Состояния Освобождения Гьяны Он Понимает Ну Да Освобождение Это Классно Ничего Тут Ни Жарко Ни Холодно Мухи Не Выкусают Все Замечательно Освободят А счастье Это В чем Позитивной Занятости Нет Тогда Уже Возникает Идея А вот Это Освобождение Оно С чем Связано Может Быть Какая Деятельность Духовная Любовь Отношения То есть Сознание Постепенно Отживает Все эти Иллюзии Когда Майтрея С Ведурой Обсуждают В третьей Песне Процесс Творения И так Далее Как Материальная Природа Работает Как Живое Существо Сознание Реагирует На эту Материальную Природу Интересно Описывает Майтрея Два Аспекта Сознания Живого Существа Он Там Водит Такие Термины Как Джива Шакти И Атма Шакти Что Вот Есть Там Можно Представить Себе Сознание В виде Одного Трех И Десяти Что Такое Один Десяти Три Один Это Бог Одна Парамат Неделимая И Теперь Пошло Уже Живое Существо Джива Татва Признаки Дживы В теле Это Что Такое Признаки Жизни И Почему Оно Делится На Десять Десять Пран Десять Пран Входящие Пять Входящих Пять Исходящих И так Далее Отвечают За Чувства Голода За То За Все Выделительные Процессы Вот За все Это Отвечает Пран Итак Джива Шакти Или Энергия Жизни Она Обравляется В признаках Жизни В потоках Пран В десяти Потоках Пран А Атма Шакти Это Не Просто Жизненная Сила Которая Бьет Из Нас И Заставляет Закращаться Сердце Двигаться Пран Атма Шакти Это Как Проявляет Себя Само Сознание Не Просто Как Внешние Признаки Жизни А что Я Сознаю И Здесь Атма Шакти Она Тоже Проходит Оно Делится На Три Аспекта Атма Шакти Какие Адиатмика Адибаутика И Адидайвика Это Что Означает Адиатмика Означает Что Я Сознаю Себя Как Тело И Ум Вот Мое Индивидуальное Существо Я Эгоист Меня Интересует Мое Тело И Мой Ум Это Первый Аспект Атма Шакти Как Проявляется Сознание Живого Существа Дальше Больше Живое Существо Начинает Сознавать Не Только Себя А другие Живые Существа Адибута Бута Это Села Других Живых Существ Уровень Общества И так Я начинаю Сознать Не Просто Себя А Где Мои Друзья Где Моя Семья Где Моя Команда Где Моя Партия Где Вообще Другие Что Я Есть Буду Мне Тела Других Живых Существ Нужно Правильно Чтобы Есть То Это Уже Следующий Уровень Сознания Адибута Просто От Адиатмы Я Тело И Ум Я Расширяюсь Я Уже Часть Общества Я Уже Часть Какого То Общества И Более Высокий Уровень Адидаева Бог И Полубоги Как Части Вселенской Формы То Живой То Что Понимает Я Не Просто Живу Внутри Этого Тела И Ума Я Не Просто Живу В Социуме Адибута Я Еще Живу В Божественном Космосе Адидаева И Поэтому Я Буду Молиться Полубогам Или Буду Молиться Самому Верховному В Зависимости От Уровня Понимания Потому Что Я Понимаю Свою Зависимость Понимаю Всю Эту Сердце Человек Без сознания Бьется сердце Пульс Есть Живой Живой Давайте Скорую Помощь Откачаем Сознание Атма Сейчас Не Проявляется Атма Шакти Человек Не Сознает Ни себя Ни окружающих Ни Бога Ничего Джива Шакти Проявляется Признаки Жизни Есть Живой Можно Откачать Восстановимся Потом Выведем Из комы И так далее И вот Теперь Когда На Джива Шакти На признаки Жизни Физической Накладывается Атма Шакти То есть Непосредственно Признаки Сознания Сознание Начинает Раскрываться Сначала Так Что я чувствую Болит Не болит Человек Пришел С себя Сначала Своё тело И ум А где Я Кто Я Вопросы О себе А потом А где Я нахожусь А это Что за Люди А не путай Вы Начинаете Интересовать Тела Других Живых Существ А где Мама А где Папа А где Мой Муж А где Жена А где Дети А где Моя Собака То есть Начинает Сознавать Тела Других Живых Существ Уже Расширенный Эгоизм Адиатма Это Узкий Эгоизм Атибута Это Расширенный Эгоизм Социум Семья Система Партия Команда Моя И Адидаева Это Осознание Себя Уже Существом Жителем Вселенной Где Есть Существа Более Могущественные Чем Я Адидаева Полубоги Во главе С Верховной Личностью Бога Так Сознание Живого Существа Эволюционирует Поэтому Мы Избалованы Потому Что Мы Получили Бхакти Сразу Шилаправпада В этом плане Нас Избаловал Он Дал Нам Бхагавадгиту Шимат Бхагават Сразу Самая Суть Сатья Сара Самая Суть Истины Он дал Чистое Преданное Служение Поэтому Преданные Прогрессируют Быстрее Других Живых Существ У них Могут Быть Тенденции Кармы Гьяны Но Они Как Тенденции Они Практикуют Бхакти А эти Все Вещи Как Тенденции Постепенно Изживаются Обычные Же Существа Которые Не Избалованы Таким Подходом Что Им Не Дали Сразу Бхакти Они Проходят Вот Так Вот Постепенно Они Чувствуют Своё Тело Ади Атма Все Моё Тело Ум Есть У него Есть Свои Потребности Что Поможет Мне Осуществить Мои Потребности Карма Давай Карма Потом Какие Появляются Уже Когда Живое Существо Как Говорится По Полной Программе Получило Все Теперь Уже Нет Что Должно Быть Выше Все Хорошо Все Верховный Господь Начинает Открываться Как Брахман Если Он Переходит На Стадию Аштанга Йоги Ему Уже Открывается Другой Аспект Бога Параматма В сердце Вот И В конце Концов Живое Существо Может Дойти До Осознания Бхагавана Которое Возможно Через Бхакти Поэтому Мы видим Эту Ситуацию Что Вот Нрига Стоит Перед Самим Кришной И У него Хорошая карма Заработал Никто Его за это Не осудит Вот Но Мы должны Понимать Почему Он Не делает Выбор В сторону Чего-то Более Высокого И ответ Простой Потому Что Он Не готов К этому И он Понимает Кто Такой Кришна Все Его Молитвы До И После Они Демонстрируют Что Он Понимает И Что Толку Опять Вспоминаем Даже Обладающее Знание Поступает Согласно Собственной Природе Все Много Чего Могу Понимать Но Я Действую На Своем Уровне Определен Воробей Может Понимать Что Он Не Орел Давайте Скажем Воробью Ну Что Ты Слабо Тебе Как Орел Полетать Да Да Он Понимает Воробей Что Орел Это Что Это Более Высокое Но Он Воробей Он Не Может Быть Орлом Точно Так же Я Могу Понимать Допустим Величие Чистого Преданного Служения Могу Понимать Все Эти Вещи Но Я Принимаю Чистое Преданное Служение В той Мере В какой Я Могу Его Принять Если Я Сейчас Вам Начну Имитировать Чистое Преданное Служение Вы Скажете Это Какая Сахаджи Это Просто Что Несерьезное Никому Никому Неинтересна Имитация И Кришне В том Числе Хотя Он Имитацию Тоже Принимает Он Принял Путину Она Имитировала Преданное Служение Демон Вообще Отравить Кришну Хотела Но Имитировала Преданное Служение Чтобы Втереться В доверие И Мы Ах Это Путана Демон Отсуждаем А Кришна Что А Он Ей Место Откормили Сы Дал Видите Какой у нас Подход Разный Мы Ее Осудим А Он Поощрил Это Не Значит Что Мы Демонизм Поощрять Мы Просто Должны Понимать Что Наши Оценки Оценки Бога Они Весьма Отличаются Одни И Те Же События Мы Оцениваем С Социальной Точки Зрения Как Притворство Как Демонизм Как Лицемерие Путанно А Кришну По-другому Оценивает Имеет Право Что Бог То есть Мы С позиции Своей Среды С позиции Своей Системы Координаты Теявления Оцениваем А он По-другому Оценивает Он Оценивает Только Благо Ему До наших Недостатков Дела Нет У Кришны Сто Процентное Позитивное Мышление Сто Процентное Позитивное Мышление Мы Вечно Говорим Вот С одной Сторон Вот он Такой С другой С другой стороны Он Такой А вот Так Или Этак Вот мы Постоянно В этой Двойственности Находимся А Кришна Не находится В двойственности Он Говорит Все Хорошие Все Мои Ну Просто Временно Пока В таком Состоянии В какой-то Там Огонь Ничего Время Поможет Решим Вопрос То есть У него Другое Отношение Ко всем Вещим Поэтому Кришна Смотрит На этого Нригу И не Говорит Нрига Ты че дурак Вообще Ошибку Делаешь Давай Ко мне Куда тебе Зачем Эти райские Планеты Но Он Не вмешивается Потому что Он понимает Что Нриге Дорасти Нужно До этого Понимаете Вы не можете Этого Нригу Запроповедовать Зашактить Вот сейчас Так Книги Ему там И под нос И по голове Ему эти книги Сказать Читать Все Да Он Сказать Спасибо Но Мне сейчас Надо быть На райских Планетах Вот поэтому Кришна Мог бы Его прямо Щелкнуть Ему по носу Сказать Нрига Проснись Вообще Ты че ведешь себя Как глупец Последний Ты мне говоришь Ты мне сам Возносишь молитву О верховный Господь Ля-ля-ля Так что Если я Верховный Господь Что ж ты Высшее От меня Не возьмешь Может так Кришна Себя повести Может Почему Он не ведет Себя так Эх Упустил Кришна Проповедническую Возможность Мы бы не упустили Мы бы Зашактили Этого Нригу Мы бы ему Руки за спину В храм Ну-ка Придайся Негодяй А Кришна Так не делает Понимаете Потому что Он уважает Свободу Живого Существа Он понимает Ну что Никуда Эта Лига Не денется Девятая Глава Багавадгиты Шестой Стих Кришна Говорит Подобно Тому Как Могучий Ветер Дующий Повсюду Всегда Остается В небе Так и Все живые Существа Всегда Остаются Во мне Небо Это эфир Акаш Самый тонкий Из физических Элементов И ветер Воздух Он движется Внутри Он не может Выйти За пределы Акаш Все более Грубые Элементы Находятся В рамках Более Тонких Они не могут Выйти Точно так же Все дживы Они находятся В Боге Куда бы Там Не залезли В какую дыру Как бы Далеко Мы от Бога Кришна Все спокойно Все во мне Не будем Денеться Харе Кришну Вопросы? Пожалуйста Спасибо большое За лекцию Вопрос такой Царь Григо Он получается Пожел Брама Сада коров И корова перешла С одного Стала в другое Хотя он пытался Как бы умилостивить Этого Брахмана Иологически И нравственно Получать Почему Брам Какой урок В том Что Брама Повел себя так Какой урок В том Что Брама Повел себя так Действительно Кажется Какое-то упрямство Каприз И упрямство Что почему Брахман Не согласился Не простил Во-первых Ну его двины Не было Ну корова И корова Забрела Там куда-то Почему он Не согласился К компенсацию Взять В чем А весь урок В конце главы Где Кришна Говорит о том Что собственность Брахманов Неприкосновенна И даже Если человек Случайно Неосознанно Как-то там Предсваивается Собственность Брахмана Он говорит Это действует Хуже чем Яд Калакута Он говорит Этот яд Калакута Он убьет Ваше тело Но если вы Присвоили себе Собственность Брахмана Это убьет Не только вас Это убьет Несколько поколений Вперед и назад То есть весь урок Этой главы Состоит в том Что Кришна Так Ну немножко Может быть Абсолютизирует Вот этот принцип Что Собственность Брахманов Абсолютно Неприкосновенна Абсолютно Неприкосновенна Понимаете Абсолютно Неприкосновенна И он показывает Цену Этого всего Понимаете Вот И по этой причине Этот Брахман Я не думаю Что он какой-то был Капризный И упрямый Но он действовал Так как Кришна Его вдохновил В данный момент Для того Чтобы свершилась Некая ситуация Которая послужила бы Иллюстрацией К этому принципу Вот и все То есть мы знаем Что Брахманы В целом Это Если бы все Брахманы Вот такие были Да какие-то там Капризные Самадуры То что бы мы их Уважали И там и служили То есть совершенно очевидно Что такое поведение Его нестандартное Было вызвано Определенной необходимостью Прамат Мои сердце Его вот так вот Вдохновило Действует В целом Брахманы Это достойные Разумные люди Именно за это Их уважают люди Именно за это Их любит Кришну Иначе Кришна Странная личность Он уважает Каких-то там Капризных самодуров С чего бы это Да Нет Мы знаем Что Брахманы Это те Через кого Кришна И проявляется Потому что они говорят Через них проявляются Веды Вьялца Его Сыновья Ученики Проводники Вед А без Вед Человек Это животное Без духовного Значит Это животное Поэтому у Брахманов Очень важная роль Вот Поскольку Брахманы Не занимаются Экономической деятельностью А живут Как говорится Тем Что Бог послал Вот Вот Это Их собственность Это собственно говоря И есть то Что Бог послал Понимаете А если им Бог послал То кто имеет право На это покуситься Понимаете Вот В чем Речь Понимаете Вот эта глава Она является уроком Да Получается Этот урок Как бы Максимальная степень Преподнесен Чтобы Вообще Как бы Не было даже Помыслов Да Именно Именно Чтобы не было Даже помыслов То есть Такой немножко Гипертрофированной Форме Может быть Этот урок Но Порой Именно так и надо Есть Есть такое Понятие Шоковая терапия То есть Когда человек Что-то вообще Конкретно Товарищ Не понимает Шоковая терапия То есть Что-то такое Что повергает Его в шок А потом говорит Все-все-все Я все понял Больше не надо Понимаете Да То есть Получается Что Нарушение То если и было То абсолютно Минимальное И ненарочное Мы думаем Ничего себе Какая Несоразмерная Реакция А вот Для того Чтобы Были Предельно Осторожны В этом вопросе Ну я не знаю Как нам быть Уже Кулак Прозвенел Ну давайте Пожалуйста Мы должны Иметь это Ввиду Как перспективную Цель Вы должны Смотреть В эту сторону Хотя бы Ну да Я слышал Что Шилопракуга Вам дал нам Лифт Что можно Поехать На лифте И Наблюдая За некоторыми Ну серьезными Предами У меня Складывает Впечатление Что они Едут На этом Лифте А я Пытаюсь Кравкаться По этой Лестнице И Вот Ну как Этот Лифт На этот Попастер Всегда Ну Для тех Кто Застрял На лестнице Вообще Реально Шилопракупада Говорит Что за одну Жизнь Вот Надо Просто Делать Все И за одну Жизнь На лифте Шилопракупада Действует Как Ачария Он Ставит Максимальные Задачи Независимо От того Выполнимы Они Для нас Невыполнимы Они стоят Как Перспективная Цель С другой Стороны Мы знаем Что Кришна В Бхагавадгите В шестой Главе Описывает Судьбу Неудачливого Йога Вот И этот Йог Он Неудачлив Именно По той Причине Что У него За одну Жизнь Не Получилось То есть Такой вариант Сохраняется Такой вариант Сохраняется Вот Но Естественно Что Шилопракупада Предлагает Что-то Лучшее Так Всегда Понимаете Когда Кришна Описывает Преданное Служение 12 главе Бхагавадгита С чего Он Начинает С Бхавы Она Для обычных Живых Существ Судур Лабха Труднодостижима Но Начинает Кришна С нее Он Говорит Просто Погрузи В меня Свой ум Разум Так Ты будешь Пребывать Во мне Вечно В этом Нет Сомнений Бхагавадгита 12.8 Если ты Не способен На это Следуй Регулирующим Принципам Бхакти Йоги Так ты Развешь Желание Достичь Меня Это Уровень Садханы Он Говорит Не можешь Это Работает Для Меня Ибо Так Ты Достигнешь Совершенства И хотя Бхава Для Обычных Живых Существ Она Реальна И Достижима Или Редко Достижима Кришна Начинает Именно С нее Понимаете А потом Начинает Как бы Как на рынке Сначала Ставят Максимальную Цену Потом Начинается Торговля Ну ладно За столько Не возьмешь Ну вот Что столько Давай Естественно Что Любой Торговец Хочет Получить По максимуму Но если Он Верит Что покупатель Допустим Не имеет Столько Денег Но Продать Так Все Так Надо Он Начинает Помаленечку Снижать В конце Концов На чем То Там Они Договариваются Какая Сделка Состоялась За 100 Слишком Дорого За 50 Слишком Дешево Ну ладно Пусть Там Будет 70 Договорились Ударили По рукам То есть Вполне Естественно Что Парапада Ставит Максимум А не поставь На максимум Но мы Расслабимся А кому Нужно Это Расслабление Живое Существо Прогрессирует Когда оно Хоть Немножко Но напрягается Без Какого-то Напряжения Без Усилий Не будет Прогресса Поэтому С одной Стороны Задача Как бы Превосходящая Нас Возможности Но С другой Стороны Она Заставляет Нас Как-то Мобилизоваться По низ Планку Ну мы Расслабимся А если Мы Расслабимся Начнем Деградировать А если Мы будем Деградировать Мы сами Будем Недовольны Понимаете Потому что Живое Существо Удовлетворено Когда оно Прогрессирует Если Вы едете По дороге Вы едете Вы радуетесь Попали в пробку Кто радуется Пробке Я остановился Никто не радует Все раздражаются В пробке Что такое Мы уже стоим Тут целый час Понимаете Я в машине Она может ехать А я стою Потому что В пробку попал Или там Какой-нибудь Ремонт Объезд Дороги И мы теряем Время Понимаете Всех раздражает Эта тема Все бы хотели Ехать По ровненькой Дорожке А так Ну что Вот Материальная Так устроено Прогрессировал Прогрессировал Развивался Устал Ну что Сядь на пенек Съешь пирожок Отдохни Немножко Дальше Пойдешь Карма Йога Гьяна Йога И так далее Да Это очень Интересный Вопрос Который Я в свое Время Изучал И Я слышал Много разных Интерпретаций Но вот Интересный Комментарий Вишнанадхачи Прархтидхакура Ксиклу 12.10 Где Он говорит Что вот это Сиддхи Совершенство Которое Там Используется Термин Сиддхи Совершенство Которое Достигает Живое Существо Это Кришна Према Так Говорит Вишнанадхачи Прархтидхакура Там Хотя Некоторые Прархтидхи Прархупады Говорят Так Вот это Следует В комментариях Шилы Прархупады Некоторые С этим Не согласны Но В комментариях Прархупады Вишнанадхачи Прархтидхакура Следует Именно Это Что-то Еще К этому Добавить Я не знаю Матыш На последний Придут Последний Пожалуй Последний Вопрос Давайте О чем Абрамане Каком Проглятие Проглял А Который Проглял Это Посубок Собственно Который Ифолипис Отсутствие Которого Чувств Это Не значит Что Если Я Брахмана У меня Такая Возможность Что Проперёг И Буду Проклина Это Право Налево За это Тоже Будут Какие-то Следствия Посубки Что Что Такое Может Приходить То есть Это Тоже Будет Карма Это Жон Из Любий Кришни И Это Непредное Сужение Последствия Должны Более Говорят В стихе Что Последствия У кого У этого Брахмана Который Проклил Воздержанности Потому что Кришна Через него Действует То есть Почему Кришне Так дороги Брахманы Потому что Они И являются Его Глашатаями Понимаете Опять же Я говорю С чего Кришне Вдруг Поддерживать Уважать Каких-то Там Самодуров Которые Просто По своему Самодурству Проклинают И Благословляют Вот С чего Вы Это Мудрому Добрейшему Богу Поддерживать Каких-то Странных Людей Он их Потому и Поддерживает Что Они Являются Его Глашатаями Понимаете И поэтому Если Брахман Проклил Это Кришна Понимаете А то Что Вы говорите Ой Это Неконтролируемые Чувства На Внешнем Уровне Выглядит Что так Но Почему Тот Кто Обычно Контролирует Чувства А Брахман Жень Обычно Контролирует Чувства За это Их Уважает И Почему Это Вдруг Тот Кто Обычно Контролирует Чувства В данную Секунду Не контролирует Чувства А потому Что Кришна Использовал Как инструмент Понимаете Вот Винтовка Висела На стене И висела Себе Заряженная А потом Бум И выстрелила Понимаете Велак Вот Брахман Он Спокойный И спокойный И спокойный И спокойный И опять Спокойный И еще Спокойный А потом Бум И проклял Понимаете Вот с чего Бо это Потому что Кришна Взял И выстрел Через Него Поэтому Он Уважает Брахмана Что Они Являются Его Глашатами Он Через Них Говорит Поэтому Это Не то Что Брахман Не контролирует Чувства Если Брахмана Не контролирует Чувства С чего Быхто Кришна Их Ценил Он Их Именно Ценит Потому что Они Шама Дама Тапа Шаучам Шанти Раджав Прагмачар Их И так далее Качество Брахмана Понимаете Они Шама Дама Они Контролируют И ум И чувства И топа Они Аскетичны И чисты Вот за что И Кришна Если Вот такой Человек Который Постоянно Контролирует Себя И внутри И снаружи Если Он Проклинает Это Неспроста Понимаете Ружье Само Не Стреляет Понимаете На этом Закончим Шама Бхагаватам Ки Джай Шила Прагмада Ки Джай Арик Ша